Девушки отдыхают Любезно с нами согласились побеседовать сотрудники монастыря Ольга и Зинаида. И вот сейчас вы видите, что Зинаида уже украшает один из кексов, а Ольга, наверное, нам расскажет. В монастыре стараются возрождать дореволюционные традиции празднования Рождества, потому что Рождество – это самый радостный, самый веселый праздник не только для взрослых, но и для детей. В церковном магазине монастыря можно найти традиционные рождественские подарки. В этом году, например, готовят расписные рождественские кексы по традиционным рождественским рецептам. На кексах изображают снегирей на заснеженных веточках и обязательно надпись «РХ», что значит «Рождество Христово». Кексы готовятся из коромного теста, сверху наносится белковый крем и вот такие красивые расписные, расписной рисунок снегиречки и обязательно, вот я повторяюсь, надпись «РХ» Рождество Христово. То есть все желающие могут приобрести эти кексы в подарок или на праздничный стол? Да, конечно, перед праздником у нас будет эти кексы представлены в продаже. Пожалуйста, приходите, покупайте, радуйте своих родных и близких. Зинаида, расскажите, пожалуйста, насколько вот кропотливая работа, я вижу, что даже отвлекать вас страшно. Вы сейчас рисуете веточку у елочки, у листик, листик, это же у нас рябина. Это веточка елочки. Ну, для того, чтобы рисунок был более яркий, чтобы он был такой более сочный, мы придумали еще вот такую маленькую как бы веточку. Ну, зимняя рябинка и веточка елочки, потому что все-таки это зимний праздник, радостный праздник. Вот. И вот работа очень кропотливая, потому что первый кекс, он получается как первый блин. То есть, когда набиваешь руку, второй уже лучше, третий уже лучше. И уже получается уже вот таким образом. Сколько за день вы изготавливаете кексов? Примерно. Примерно, ну, наверное, 50 вот так вот. Вот, может быть. Может быть больше, если получается там, ну, когда уже руку набьешь, уже получается чуть-чуть побольше. Очень красивые кексы, дорогие телезрители. Я думаю, что, к сожалению, не передать по телевидению запах, но здесь прекрасно пахнет. Они очень вкусные, я думаю, и очень красивые. А на этом наше прямое включение подошло к концу. Я благодарю сотрудниц монастыря за то, что рассказали нам об этих прекрасных кексах. Спасибо вам большое, уважаемые телезрители. А эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами. Спасибо.